спасибо здравствуйте что же продвигаемся дальше практике и сегодня вот из нашего такого путешествия внутри этих упражнений сегодня хочу такой завершающий день сделать вот по этому распределению внимания тоже завтра мы начнем другие немножко другие упражнения соответственно у нас есть шесть каналов восприятия но основные мы сейчас делаем собственно чувствовать телом телесный кинестатический этот канал слушания видения и стараемся распределять бы свое присутствие во всех них при этом замечаем делая как основной акцент на это переживание связанности с чем-либо с каких-то отношений которые у нас возникают когда мы собственно чего-то касаемся вниманием касаемся либо через так сильные там ощущения либо через слух чу-либо через видение смещаем внимание с кого фокусирования я смотрю оттуда на отношения с вами на такой вот на то что переживание рождается из отношений окей давайте начнем и начинаем просто с осознания своего состояния как она есть сейчас вот это мгновенное осознание я есть я здесь само это осознание делает ли что-то с вами прямо сейчас это мгновенное замечание себя и включение себя в какое-то присутствие в режим присутствия он сам по себе может что-то менять если это так то как это чувствуется давайте осознаем свою позу этот следующий шажочек когда мы чувствуем себя в теле в позе когда распознаем ее и стараемся уже может быть сразу выстроить ее определенным образом чувствовать устойчивость ощущение опоры на горизонтальную поверхность на которой мы сидим и чувство вертикальной опоры в позвоночнике затем следующим шагом давайте положим одну руку или две или просто свое внимание туда положим на живот почувствуем этот контакт контакт с животом и здесь можем чувствовать не только ротах бы объединить зону живота и а за вместе такую единую сферу как будто усадить ее чувствую что это именно вот эта часть тела сидит устойчиво а живот при этом можем смягчать позволять им дышать чувствовать себя как-то большей степени в этой зоне опять заметим такое собирание себя в большей степени вот в этой части тела влияет ли как-то на вас прямо сейчас добавляют ли какие-то оттенки может быть переживания тональности и продолжая чувствовать себя в большей степени собранными в этой зоне живот таз можем распределить внимание чуть больше и вспомнить о слушании о том что она сейчас прямо происходит вы слышите мой голос там еще какие-то звуки пространства в целом при этом продолжая чувствовать живот целым телом и послушаем звук гонга как он приходит движется слушание уходит в целом и 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 еще раз можем почувствовать и осознать одновременно это переживание себя собранными где-то в глубине живота таза и открытыми к слушанию прошу и затем дать чуть больше сместим внимание визуальный канал обведем взглядом пространство при этом как он делали последние дни встречаясь с объектом взглядом замечая как взгляд фокусируется на нем можем тут же замечать его отношения с другими объектами просто краем глаза видеть что он этот объект вписан все эти отношения он находится в пространстве что за ним есть какой-то фон то есть какие другие предметы объекты не находятся пространственных отношениях составляет код композиции сможем видеть эту композицию как считаются цвета формы размер дистанция и так если бы переводить взгляд с одного объекта другой замечаю изменение этой композиции которую видите мы можем вспоминать что пространство трехмерное что у нас есть верх и низ если вы замечаете что водите взглядом где-то в одной плоскости такой горизонтальной обычно вот я предлагаю в этот момент когда вы это замечаете расширять видение замечая верх и низ близко и далеко если есть возможность увести взгляд в окно и посмотреть туда куда-то вдаль сделайте это так же все доступное пространство мы можем оглядывать следующим шагом я предлагаю включить себя в это в эти отношения вспомнить что не только объект который мы видим находится в отношениях друг с другом но и мы тоже прямо здесь составляем эту сеть отношений своим телом своем присутствием своим взглядом смещение смещение внимания на отношения делает ли что-то с вами прошу затем давайте проведем вот это упражнение которое несколько дней подряд последних предлагал если мы посмотрим прямо перед собой установим взгляд на каком-то объекте видим это как назовем это первым пространством просто взгляд касается объекта он там объект мы увидим затем осознаем второе пространство от того объекта до наших глаз просто мы видим тот объект там при этом знаем осознаем что есть пространство до глаз затем совершим такой вот фокус трюк так сказать если мы уже в своем воображении как-то уведем внимание внутрь своих глаз куда-то в голову а потом как будто бы выйдем за пределы и его все стороны в бесконечность сохраняя внимание на том объекте осознавая расстояние до него одновременно как бы смотря из бесконечности осознавая это пространство бесконечно включая еще себя и объект и расстояние до него и вас самих такой маленький трюк действует ли как-то на вас делает ли что-то с вами хорошо затем давайте позволим глазам закрыться на какое-то время почувствуем изменения сразу же опять вот мы сделали маленькое какое-то действие всего лишь закрыли глаза меняет ли что-то в переживаемом опыте раз можем осознать свое состояние какое-то сейчас спустя несколько минут практики изменилось ли по сравнению с началом давайте повздыхаем немножко несколько раз более глубокие вдохи такие долгие-долгие выдохи отпускающие как бы так истекающие долго, легко, свободно и затем опустим внимание раз и можем почувствовать, осознать еще раз эти отношения таза той поверхности, на которой вы сидите просто осознать, что ощущение опоры появляется из взаимодействия вас и этой поверхности можем побыть немножко с этим ощущением замечая динамику изменения его и затем начнем поднимать внимание вверх к позвоночнику, чувствуя уже другие немножко, может быть, ощущения что происходит со спиной, с торсом в целом с плечами, с дыханием идем до макушки головы как бы подвешивая тело за макушку позволяем устекать вниз когда макушка очень мягко, нежно растет вверх тянется вверх тянется вверх и можем замечать изменение оттенков переживания также осознавать отношения когда тело макушкой движется вверх то оно движется в пространстве можем осознавать само чувство то, что это чувство возникает из отношений тела и пространства потом соединим это вместе все ас и ощущение опоры на какую-то поверхность на землю макушку ощущение пространства неба позвоночник как внутренняя ось можем покачаться вперед-назад чтобы уловить эту внутреннюю ось может быть, из стороны в сторону также еще раз вперед-назад найти тело чувство вертикальной оси и соберем все это вместе добавим еще раз внимание к животу отпускаем его немножко это у нас есть сеть отношений мы сидим чувствуя опору чувствуя пространство чувствуя дыхание чувствуя дыхание затем, если это удобно вам можем положить одну руку на живот другой на грудь может быть это позволит чему-то еще смягчиться области груди и живота в целом в теле потом можно еще отпустить и можем посвятить сегодняшнюю практику чему-то значимому ценному вчера мы говорили о будди дхарми и санхи если эти ценности пробужденного сознания ценность вашего собственного пути к пробуждению в пробуждении и сообщество может быть в целом ценность бытия если все это ценно то среди прочего я предлагаю принести это сюда в своем памятовании посвятить сегодняшнюю практику всему что вам ценно и если ценные будут дхарма и санха то включить их в это посвящение то почувствуем увлекаются ли эти смыслы ценности прямо сейчас как-то давайте положим руки удобно если положение под животом сложной чашей руки в такое положение удобно так если нет то найдите какое-то другое и когда мы пришли в эту форму тела уже такую окончательную собрались в ней опять можем почувствовать как это работает для вас как это действует на вас идем по отдельным участкам но может быть замечаю когда какой-то участок когда внимание касается вот участка наполняет участок тела влияет ли это на другие участки может быть на все тело может быть на все ваше состояние глаза мышцы округлаз пространство за глазами меняется нижняя челюсть если мы ее отпустим прям повесим так сказать позволим позволим повиснуть влияет ли это как-то на дыхание может быть может быть еще на что-то и язык во рту если он лежит спокойно лицом все лицом кожи мышц eventually открывает Давайте панили Затем затылок, шею, плечи. Пройдем вниманием, проглаживая теплой мягкой рукой от макушки, через затылок, по шею, к плечам. Несколько раз так прогладить своим вниманием, позволяя плечам стекать вниз завесом рук. Пройдем по рукам, плечи, суставы до пальцев, чувствуя, как руки тоже опираются, спокойно лежат. У них есть вес, можем это чувствовать, опора и спокойствие. И спина, вся спина, как она дышит, можем обратить внимание на дыхание в спине. Чувствую взаимодействие прямоты вертикальной оси и дыхание, когда лишние напряжения могут стекать вниз. Затем объединим внимание, объединим всю грудную клетку в своем внимании, включая ребра, они движутся, переднюю стенку, спину, все вместе. Друзья, солнечное сплетение живут. Где-то в них вы замечаете напряжение. Полагаю чуть-чуть просто побыть с ними, чувствуя, что меняется, пока мы осознаем их. Можем чуть-чуть добавлять дыхание в живот, позволяем ему двигаться. Промежность ягодицы. Еще раз. Весь вес тела, который стекает вниз, встречаясь с этой поверхностью. Это ощущение опоры, возникающей с встречи, с отношений с поверхностью, на которой вы сидите. Ноги от забедренных суставов к стопам. Продолжение следует... Ну, вернемся к переживанию целостности тела в этой позе, к особорности в ней. Просто чувствую, вот мы сидим, я сижу, чувствую это. Сидим, как гора, устойчиво, стабильно. Тяжелый таз, вертикальный позвоночник, макушка головы устремлен наверх. Сидим, опираясь на что-то, на землю. Чувствую пространство вокруг... Потом мы можем добавить слушание. Просто вспомнить, что оно есть. Также дыхание. Вспомнить, что оно есть. Если вам помогает еще отдыханием, можете считать до трех, например. Если нет, то просто боитесь со своим дыханием, как оно есть, возвращаться к нему. При этом продолжая чувствовать себя в теле в целом, в отношениях с опорой, с пространством. Слушая. Если это удобно, то я предлагаю глазам приоткрыться, смотреть в 45 градусов полуприкрытыми глазами, как бы в никуда. Если вам это упражнение с тремя пространствами как-то нравится, что-то делать с вами такое хорошее, можем его так же проделать прямо сейчас. Дальше просто сидеть, возвращаясь к этому открытому присутствию. Слушая, видя, чувствуя. Замечая, что все движется, все меняется ежемгновенно. Приходит, уходит. Мы продолжаем присутствовать в этом потоке. В те моменты, когда будете замечать себя внутри мыслей, просто возвращаетесь к этому открытому присутствию, чувствованию, слушанию, видению. Звук гонга будет напоминать нам о возвращении в присутствие. Время от времени. Время от времени. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Степенно будем двигаться к завершению сегодняшней формальной практики Еще раз можем осознать свое состояние Какое оно сейчас Если вспомнить начало изменилось ли за это время что-то с вами в вас если это удобно предлагаю обычно положить в завершение руки одну на живот другой на грудь позволить глазам закрыться и быть вдохнуть несколько раз и отпуская какие-то напряжения если они есть завершить я предлагаю практикой памятования о шести параметрах или шести этих совершенствованиях которые можем развивать себе есть важных качеств первое качество то что можем условно назвать медитацией это и действие которые мы производим и собственно то переживание которое у нас получается в результате этих действий те качества этого переживания которые важны для нас может быть это самая большая пробужденность внимательность осознанность включенность но при этом без напряжения без беспокойство может быть еще какие-то качества вы улавливаете в этом условно названном медитативном состоянии если вы улавливаете эти качества называя их как-то словами или просто чувствуя дальше можем спросить себя как могли бы мудро их воспроизводить чаще в своей жизни не только в формальной практике дальше следующий парамет это усердие как можем последовательно внедрять это действительно с таким настойчивостью и усердием не обязательно с напряжением и все же с определенной настойчивостью как это можно делать что это может помогать ежедневная формальная практика может быть какие-то неформальные действия повседневной жизни возвращающие вас это к этим качествам следующие параметры можем вспомнить о ней это терпение как можем быть достаточно терпеливы к своему процессу процесс культивирования этих качеств взращиваниях как можем быть терпеливым к взращиванию какого-то дорогого цветка может быть сада что может помогать в этом следующее качество это этика как мы взаимодействуем с другими с миром целом другими живыми существами взаимодействием включая большей степени вот эти качества развиваются у нас практики медитации которые можем с мудростью использовать в отношениях с другими и самими собой тоже наконец щедрость еще одного качества которым можем вспомнить и подумать как могли бы делиться с другими распространять то что важно для нас разделять свой опыт свою жизнь свое внимание что хотелось бы поддерживать вам еще хочу в завершении снова вспомнить про ценности будды дхармы санхи если мы вспомним что будды это пробужденность сознания его большая ясность включенность способность рефлик рефлексии можем поблагодарить само это качество саму эту ценность что она в нас есть она может вести нас по пути по жизненному пути можем просто сказать этому спасибо можем вспомнить дхармы как о самом пути о том что мы воспроизводим эту пробужденность шаг за шагом двигаясь по своему жизненному пути можем сказать спасибо своему пути спасибо всем учителям которые встречаются в нашем пути люди книги самая главная наша практика можно вспомнить о самке как сообществе вот мы здесь несколько человек вместе поддерживаем друг друга на этом пути поддерживаю путь каждого из нас просто своим присутствием своим соучастием своим путем мы поддерживаем пути других поддерживаем дхарму и самку и буду можем сказать спасибо всем нам друг другу это возможности и затем я предлагаю взять все это с собой в день и может вспоминать в течение дня о том что важно и давайте сейчас погладим себя разглаживая по всему телу разтирая разминая где-то в каких-то участках заботясь таким через такое такие прикосновения теле и подвигаемся разомнемся как-то потянемся еще в разные стороны растягивание это тоже такая может быть акт заботы откроем глаза если они еще закрыты оглядимся в пространстве встретимся с ним как-то увидим его здравствуйте нашей жизни где мы сейчас как вы себя в нем чувствуете в этих отношениях с пространством давайте 10 минут посвятим рефлексии какую-то попишем порисуем и затем может быть поделимся чем-то каким-то откликами окрели вот вот не уже а вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 и неделя то есть получается 5 недель практики напомню вот это все наше путешествие то есть мы начинали собственно создание структуры выстраивание этой структуры памятование структуре что у нас есть структура времени во первых определенное время этой практике формальное 40 минут конкретно пространство где мы этим занимаемся соответственно тоже каким-то образом обустроенное тело тоже как фактически такое структурированное пространство практики и мы соответственно наполняли вот первым на первом этапе тело вниманием как пробуждаем можем назвать это пробуждением тела была занял у нас одну неделю на второй неделе мы как бы включая предыдущий опыт также добавили следующее это то что я назвал пробуждение дыхания то есть мы во-первых просто обнаруживали его она есть на первом этапе мы сначала просто старались почувствовать а как оно чувствуется и как какие в нем есть оттенки как было бы удобно дышать потом мы опускали его в живот большей степени как бы собираясь здесь в таком центре витальности и затем вот соответственно еще две недели которые сейчас завершаются мы как бы раскрывали внимание к различным вот этим каналом восприятия расширяя внимание уводя его от этой склонности как бы хвататься за фокусироваться хвататься за объекты осознавая это понятно что это склонность в любом случае у нас есть и мы от нее никуда не денемся но это все-таки распознавая и более широкий контекст внимания можем распределять внимание разных каналах вот соответственно вот таков наш был путь и мне было бы интересно услышать от вас какую-то обратную связь как как вы сейчас и не только вот саму эту технику что этих вот эти технологические аспекты как вы через них обнаружились какие-то изменения но также и конечно наша разговорная часть наша да мы добавляем контекст такое для понимания для внимания какую картину можем это уложить куда и собственно куда мы движемся каков наш путь в этом то есть как я вообще воспринимаю всю эту практику и теоретическую часть и практическую вот это вот созерцательно можно так назвать я что-то как бы разные способы нам самим говорить с собой же говорить о мире о себе жизни то есть говорить словами или говорить вот определенными этими объяснять себе об этом что-то о мире о жизни через определенные вот работу с вниманием это тоже такой язык который мы говорим сами с собой вот и мы лишь здесь переключаем языке вербальные невербальные разную прошу ну что же какие у вас есть отклики на то что может быть сейчас происходит последние там дни и вот за весь этот срок если есть что-то сказать да я скажу за последнюю практику потому что так получается что она у меня как бы самая яркая и поэтому мне пока я ее не собрала и как-то для себя не поняла не нашла там и место у себя и себя в этом месте то как-то мне очень сложно эти полтора месяца охватить это практика с этими тремя пространствами вот когда мы смотрим вот пространство перед глазами объект пространство между мной объектом это как-то привычно это так наблюдаешь все но вот это третье пространство за глазами она меня просто вот как-то так раз сама формулировка что она за глазами она меня отправляет вот куда-то вот вот туда туда его глупи ну и этот и у меня получается просто какая-то вот это как черная дыра тут значит одно пространство светлое а потом через глаза вход и она туда куда-то расходится а потом уже когда ты предлагаешь но он уже все охватывает но это же все так уява воображение раз она все охватывает у меня так и получается вот этот бутыль который есть да который я забыл как он называется когда он внутри входишь потом он обходит по внешней стороне потом опять внутрь и по внешне и вот это я последние дни вот этим за ним и как на вас это действует что это делается ну значит когда я смотрю с этого пространства вот через глаза вот так вот конечно сначала вообще было жутковато я очень боюсь истории про привидения и про черный черный ящик по черные черные ступеньки и вот это сначала было для меня вот это я когда ваша глаза и туда было такое очень было как то страшно понимаешь что придумала мы сами в детстве придумаем когда смотрим пиджак висит о это человек стоит или кости еще один человек еще ну и я вот это играю с этим играю с воображением туда черное пространство и так я там чуть-чуть только чуть-чуть, и убежала, убежала, убежала. Опять туда чуть-чуть побыла, побыла, и убежала. Как-то так. Когда вот сюда заходишь, видишь, ну так оно привычно, светло, ясно. Но там, конечно, жутковато. Жутковато, поэтому... Что она со мной делает? А что именно там? Что создает это переживание жути? А потому что очень много неизвестности. Потом нету названности. Оно неназванное. Ты попадаешь туда, оно неизвестное, неназванное. Потому что я так понимаю, что почему тут светло? Потому что это названо. Это стол, это свет, это, это. А там же оно неназвано, оно действительно неопределенное. И ты такой... И как-то вот да, вот из-за этого, наверное. А побыть как-то вот с этим не хватает как-то психической энергии. Вот так вот, как вы говорите, на минутку-то, да, на секундочку заскочил и обратно. тихонечку. И потом даже когда... Да, как вот Владимир когда говорил, ты не смотришь не глазами, а смотришь с того пространства сюда. Оно тоже как-то становится немножко так тоже жутковато как-то. Вот ты смотришь с той глубины, вот это все подтягиваешь и смотришь. В общем, с какими-то страхами я столкнулась. И поэтому, да, это меня перебивает все полтора месяца. Хотя, конечно, если про жизнь говорить, то я вспоминаю эту практику отпускания предмета. У меня такой период отпускания непривязанности. И я больше, наверное, вот это, что смотришь, встречаешься, отпускаешь, смотришь, встречаешься, отпускаешь, смотришь, встречаешься, отпускаешь. У меня как-то больше последние недели это про отпускание, про нецепляние, про нехватание, про... Вот. Тяжело это дается. Вот, да, чтобы вот как бы не цепляться, отпускать и как бы переживать. И тогда мне очень понравилась эта практика, когда мы вот задерживаемся с предметом и отпускаем. Как мы это переживаем? Задерживаемся и отпускаем. Как мы переживаем? Вот это, наверное, она меня как-то вот успокаивает и возвращает в тело, и я могу вот дышать и как-то этот... И предметы отпускать. Но я же могу там взгляд отпустить там, что я вижу там с занавески, с окна, с мебели. Могу. Значит, я и то могу отпустить. Ну, вот так вот. Вот чем сейчас живу. Спасибо. Спасибо, Инна. Ну, я вот чуть-чуть это прокомментирую. Я вижу несколько здесь аспектов, но с одной стороны самое важное для меня лично, в моем подходе, в том, что я предлагаю, это все-таки этот акцент на то, что практика нужна для жизни. Соответственно, она важна именно для поддержки жизни. то есть вот что хорошо для меня, что важно для меня. И вот, соответственно, если мы, ну, вот, я поэтому предлагаю какой-то набор упражнений разных, которые я включаю в общую какое-то такое поле, но мы можем как раз за счет того, что их, они разные, там, у них несколько, как минимум, можем выбирать, что сейчас там более актуально, более адекватно. Соответственно, вот если вы находите для себя вот здесь вот это отпускание объектов, внимание к этому, встреча, как я остаюсь с этим, и как я отпускаю это, как я выхожу из контакта, это как-то актуализировано сейчас, почему-то это становится важным, и здесь вы находитесь, какой-то и смысл, и вот какое-то переживание хорошее для вас. Но я считаю, что имеет смысл как бы в это идти. Но есть другой аспект. То есть вот мы же все время себя находим вот в этом, как бы вообще в жизни, если так по большому счету посмотреть, в отношениях между знаемым и незнаемым. И вот там, где мы знаем, нам действительно, ну вот то, о чем вы сказали, вот я так смотрю на мир, вот я его знаю, и мне как-то и мне как-то с ним нормально и хорошо и удобно и все. Но вот это незнаемое, оно же всегда присутствует, и вот собственно неопределенность любая, но особенно сейчас вот в период войны. Неопределенность во времени, неопределенность вот собственно вообще в жизни как таковой, и огромное количество всего незнаемого, чего мы понять не имеем. Знаете, как вот физики обнаружили же вот какое-то время там назад то, что они назвали темная материя. Вот темная материя, темная энергия, то есть они как-то это вычислили, что во Вселенной огромное количество есть какой-то, какой-то материи, то есть они ее обнаруживают через вычисление, что это большая часть вот этой материи вселенской, она есть, она присутствует, но они не могут ее никак распознать. Они поэтому назвали ее темной. И как один физик, вот собственно, который один из тех, кто это все обнаруживал, исследовал, ну он так пошутил, что это же даже как-то стыдно, что мы не знаем, где находится 99% всего, что существует, а там сильно какое-то ну вот 99% или там 95% вот этой темной материи, то есть то, что мы называем светлой материи, то, что мы можем заметить составляет там 5%, если не 1% от всего существующего во вселенной. И мне кажется, вот если мы посмотрим на это как на метафору вообще нашей жизни, ну мы так вот в этом живем, мы что-то вот знаем, у нас есть какое-то вот знаемое, да, распознаваемое, вот как вы сказали, это я могу назвать словами, вот это вот так и огромное вот это вот 99% чего-то вообще в жизни, которые понятия не имеют, что это. И но тогда вот для меня лично встает вопрос, окей, и как я с этим, я буду ли уж вот ходить по этим вот знакомым мне тропинкам, вот только-только вот где я чувствую себя там как-то, ну вот здесь я более-менее поспокойнее, вот здесь я более-менее. Ну, можно, наверное, так, наверное, и многие люди так и делают, и в принципе я тут ни на чем не настаиваю, конечно, то есть хочется так, но мне кажется, если мы сюда приходят, мне такое подозрение, что сюда приходят люди, которым интересно как минимум заходить хотя бы во время от времени вот в те области, где непонятно, где как-то даже жутковато, страшновато, зачем это нам? Ну, хотя бы для расширения свободы, потому что если я знаю только как мне действовать в знаемом, ну, всякое касание, просто прикосновение незнаемого вот этого, вот этого, оно становится опасным, и то, где я как раз, вот я как раз последние два дня говорил про эти три виды тревоги, да, которые там по утилих как бы вводит биологическая тревога, но вот в смысле что вот смерть, старость, болезнь, то, что все, что может меня вот как физически повредить, убить, оно как бы всегда здесь, всегда где-то вот находится, и я могу как-то с этим по-разному соотноситься, я могу как-то вытеснять это, не смотреть в это, лишь бы не не касаться, либо смотреть и касаться, и тем самым узнавая, ведь мы действительно снижаем уровень тревоги через распознавание, через узнавание, процесс узнавания получается, как вот, это собственно основное послание буддийское, если у нас есть о виде, незнание, невидение, то мы идем через видение, через узнавание, там эссенциальная тревога, вот собственно, а цены, а что цена, а что важно, опять, мы можем как-то вот сосредоточиться, вот на каких-то маленьких знаемых уже вещах, и все, и по ним ходить как бы по накатанной, по рельсам каким-то, а есть же вот какая-то область незнаемого всегда вот здесь, ну и антологическое, вот то, что он называет, это какое-то вот такое глобальное, что-то, о сути этого мира, вообще, о сути жизни, о сути сознания, и во всех этих областях есть что-то, что мы знаем, вот именно, что мы можем назвать, что мы можем через концепцию какую-то упаковать, так сказать, опыт, где и где мы уже как бы освоили, где нам привычно, где нам хорошо, удобно, устойчиво, и есть вот это незнаемое, и незнаемое всегда 99% всего опыта, и тогда вопрос, как я располагаюсь в этом незнаемом, как я с ним, это меня, что со мной это делает, меня это, не знаю, там разрывает вообще, мне это вызывает кошмар, ужас, и все, но, собственно, если это все равно часть жизни, вот для меня лично, опять, здесь каждый решает сам, конечно, но для меня лично как раз вот это взаимодействие с незнаемым, оно очень важно в силу того, что могу ли я быть с этим незнаемым, если у меня такой способ, это такой вопрос открытый, если у меня с этим способ быть с незнаемым, с вот этим неопределенным, и при этом, чтобы меня это не сводило с ума, чтобы не вызывало у меня ужас, чтобы я в это не, ну, как бы, в эту тревогу какую-то, и я считаю, что вообще любые, вот, собственно, такие духовные практики, которые, они вообще что-то такое открывают в нас, вот, через воображение, или, ну, действительно, вот, а что мы, собственно, делаем, ну, мы представляем, что уводим куда-то свое внимание куда-то за глаза, вот, эх, эх, какое, как бы, какое дело, а оно действительно, оно что-то меняет, в смысле, что-то оно вызывает, какое-то переживание, потом мы раз сюда еще, вот так вот, и это тоже, ну, казалось бы, что я такое сделал-то, это какое-то вообще воображаемое действие, а оно как-то действует на меня, и вот тогда мы можем здесь, ну, вот, я не знаю, мой основной инструмент здесь, это, собственно, любопытство, окей, ну, как бы, и тут вот очень как раз важно, уже в самом практическом смысле, соотношение вот этого знаемого и незнаемого, чтобы как раз, ну, есть же вот эта вот поговорка, там, про этот выход из как бы, из зон комфорта, да, вот это вот, я не очень ее люблю, потому что, ну, как-то она, мне кажется, не отвечает задачам всем, то есть, ну, на что она указывает, на то, что вот, действительно, когда я нахожусь вот в зоне только знаемого, там нет никакого развития, а незнаемое при этом всегда присутствует, и рано или поздно оно придет ко мне и заявит о себе, а у меня нет опыта, у меня нет навыка с этим взаимодействовать, как я с этим буду, а вот смерть придет, а что я буду с этим делать, вот смерть, она же всех нас ждет, рано или поздно, а вот, ну, как я, вот, вот это событие, очень важное событие, которое меня ждет обязательно, я с ним как буду, если у меня нет навыка вообще, даже как-то вот, вообще с каким-то таким, вот не знаю, вот смерть, это как это, какой-то представитель незнаемого вообще, мы понятия не имеем, что там, что там нас ждет, может, ничего не ждет, вот, все закончится и все, да, вот, а может ждет, и вот, и вот, и вот эта вот неопределенность как раз, а что там, вот за этим верю, в каком-то смысле, я считаю, что наша практика, это, в общем-то, подготовка, в том числе к смерти, в каком-то смысле, ну, потому что это как бы, если смерть, это представитель вот этого незнаемого, какой-то вот прям, очень такой явный, то сейчас мы можем делать это вот, так сказать, тренироваться в игрушечном, в игрушечном вообще формате, а вот, что если я как-то внимание свое изменю, ну, вот как-то вот смещу что-то в восприятии, я уже как бы касаюсь какого-то вот этого незнаемого, и мы учимся этому делать, и вот тут уже технически важно, мне кажется, вот это вот распределение тебя в этом знаемом и незнаемом, потому что в знаемом мы получаем опору действительно, а в незнаемом мы получаем вот это вот, там какой-то вот выход, интерес, расширение, и вот есть, когда, мне кажется, вот эта вот зона комфорта, это не очень действительно верная такая вот формулировка, есть другая формулировка, которая мне больше нравится, зона развития, зона ближайшего развития, то есть действительно, мне нужно выйти из зоны комфорта, вот этой, где я сижу, и ничего не происходит, где я все знаю, и мне там хорошо, мне удобно там очень, мне там спокойно, но чтобы мне как-то получить больше свободы, потому что ведь фактически этот комфорт, он же меня и ограничивает, ну как-то он запирает меня вот в этом дворце, так сказать, это вот история Будды, он был заперт в дворце, у него там было комфортно, прекрасно, все хорошо, но чтобы ему нужно выйти в путешествие, чтобы было развитие, чтобы он расширил свою зону свободы, потому что он был ограничен этим стенами дворца, стенами вот этого дома своего, и вот он, и вот, но здесь получается так, что, как если мы, ну это зависит уже от характера, наверное, да, кто-то есть вот такие, значит, эти люди любящие приключения на свое, извините меня, задницу, и вот они идут, вау, куда-то сразу бросаются в какие-то, во все тяжкие, ну такие экстремальщики, бывают, но если там вы не такие, то имеет смысл вот выходить на шажок и осваивать новую территорию, и вот мне кажется, ин, вот то, что вы делаете, это вы это и делаете, вы заходите вот там, и обратно, заходите вот в это вот необычное что-то, и там как-то чуть-чуть побыла, и раз возвращаетесь в то, что как бы более привычно, но вот эти вот выходы и входы, они как бы и важны, они как раз и тренируют вот эту способность расширять, 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 именно здесь вот, ну там психологи об этом говорят, зона развития, она вот в этом шажочке, то есть, что если слишком сильно, тогда там действительно может, ну большой шанс, что там не будет никакого развития, просто вот сшибает, так сказать, сбивает вообще все настройки, так сказать, ну вот эта тревога, она там зашкаливает, а вот когда, ну знаете, мне один друг говорил, когда страшно, но интересно, вот тогда получается страшно интересно, ну то есть, как бы, вот есть просто страшно, жутко, да, вот есть просто вот эта вот тревога, когда и все, и там никакого интереса, там просто хочется куда-то сбежать, сразу в нору куда-то, вот сильно тревога зашкаливает, вот то, что называется прям этим выражением, а есть, вы чувствуете эту необычность, как бы, чего-то, да, ну вот здесь мы говорим просто о своих состояниях, но вам еще как бы с этим нормально, и вот здесь мы можем, так как мы же находимся, в любом случае у нас, это не какое-то там измененное состояние сознания, когда мы, например, какое-то там вещество приняли, и все, нас унесло куда-то, вообще ничего, ну как бы, теряет контроль, да, а здесь же, ну мы как бы все равно контролируем нас, нет тут в этом ничего, в этом движении внимания, прям такого уж супер запредельного, чтобы разрушила вашу личность, поэтому мы можем это регулировать, и вот отпуская, чуть-чуть замечая, что это с нами делает, при этом, если вы чувствуете, что вас как-то уже слишком сильно забирает, да, ведь вот это само осознавание, ага, степень, степень воздействия сейчас на меня какова, если она слишком сильна, если это вызывает тревогу, какой-то, вот эта степень опасности внутренней повышается, тогда, а что мне может помочь сбалансировать, ну вот, раз, и чуть больше вернулись, вот, тело, конечно, всегда нам помогает, вот опора физическая, вот дыхание, вот я вижу нормальная комната здесь, скажем, вот, я могу потрогать вещи, окей, а потом, может быть, опять туда, вот, и вот это вот такое вот баланс, между этим, вот есть знаемое, и я, и оно меня удерживает в привычном состоянии сознания, и вот есть незнаемое, которое меня выводит в состояние сознания, куда-то, чуть-чуть, может быть, другое место, как будто, и вот этот баланс, но что мы делаем-то, мы расширяем, как раз, постепенно, постепенно расширяем способность быть со спектром сознания, как раз, мы исследуем сознание, мы понимаем, что сознание, это не только вот это вот, которое привычное, которое, то, что мы называем обыденное, что там есть много разных еще каких-то, состояется о самой темной материи, и оно для нас неосвоенное, незнакомое, но ведь это же все я, раз я туда попадаю, вот это вот само перерывание, раз есть, значит, тоже я, так почему у меня остаются в себе так много каких-то запертых, темных комнат, которые я там боюсь, но действительно, мы уж не дети, и если у нас есть эта ценность, именно такого расширения, вот этих своих областей узнавания, это есть ценность узнавания себя вообще, вот эта ценность, и можно свести в таком пути, просто путь, он может быть действительно у каждого свой, у кого-то более там экстремальный, так сказать, вот с таком расширением сознания, вот в какие-то области, совершенно где-то там незнакомые, где может быть действительно жутко и страшно, но есть эта способность с этим справляться, окей, не у всех она есть, и не всем обязательно ходить таким путем, но тогда все равно, если ценность самоисследования существует, а я думаю, что здесь она есть у всех, именно этим мы объединены, то тогда вот можно своим способом вот этим вот такими короткими входами, выходами, входами, выходами, расширяя вот эти, распознавая все больше и больше вот это пространство, делая темную материю, более светлой, как бы сделая ее собой, осваивая, осваивая себя, вот, ну вот, собственно, такие мои, такой вот клик, в общем, просто тоже для, для какого-то размышления, соотнесения вообще с этим, каков там мой вот в этом путь, что упражнение, вот, и последнее завершу, что те упражнения, которые я предлагаю, вот я говорю, что не зря я предлагаю их разные, потому что каждый может соотнестись, сказать, ага, вот это для меня сейчас лучше работает, в моей жизненной ситуации, а там, в моем, вот, пути, который я прохожу, там, в своей жизни, а для другого это не работает, но может быть, что-то другое, там, сейчас сработает, сработает, потом глядишь там, все же, это остается в нас, глядишь, через там, не знаю, месяц, год, когда угодно, а, вот есть еще такое, вот, и оно вдруг начнет там работать, ну, техники, они на той технике, что они просто, инструменты какие-то, они когда-то подходят, когда-то не подходят, что не стоит к ним прям сильно привязываться, кажется. Интересная мысль, да, то, что вы сказали, что вот эта интересная мысль, мне прямо, аж спокойнее стало, что вот эта же темная часть, это мое сознание, вот, и тогда оно как-то, да, потому что у меня было такое чувство, что я как этим, с коллективным бессознательным по юнгу сталкиваюсь, и тогда становится страшно, да, а если вот подумать, что это темные области моего сознания, то оно как-то, да, вот больше появляется этого интереса, чем страха. Ну, здесь тоже, это такой большой вообще философский вопрос, коллективный бессознательный, ну, где находится-то? То есть, кто носитель этого коллективного бессознательного? Ну, я же и носитель. Здесь вопрос как раз, где эти границы между мной и не мной, да, и вот, собственно, основной вопрос, который буддизм все время задает, и который, вот мы тут, о чем тоже постоянно разговариваем, вот это я, я это что вообще, да, я это вот ограниченной кожей, и вот то, что я называю индивидуум, а то, что мы называем коллективное сознание, оно по юнгу там, по кому угодно, оно где? Оно вот где-то вот здесь, и мне туда надо специально прийти, так оно же тоже здесь, во мне, да, и вот тут мы и обнаруживаем это, что назовем это коллективным, назовем это каким угодно, это все сознание, и вот, в общем-то, вот мы и исследуем эти области сознания, будь то индивидуальное, вот это личностное, там под замкнутое, но получается, что в личностном-то там может быть спокойно, какие-то моменты, но насколько там спокойно, потому что, ведь мы же все время чувствуем это подвох, потому что если коллективное бессознательное тоже здесь, оно же тоже здесь, и оно вот как темная материя, там где-то вот отсвечивает на краю, и оно будет как-то напоминать себе, и все время вот это вот, тогда получается, что, почему мне кажется, самоисследование, вот это вот обнаружение областей сознания, каких бы то ни было, чему оно, в общем-то, ну как бы ведет к свободе, и ведет вот к тому самому, к снижению тревоги, как раз вот тех самых зон, которые описывал Пауэль Цилях, антологической и экзистенциальной в том числе, да потому что я, ну как бы вот если у меня просто есть запертые комнаты, это вот знаете, как во всех этих сказках, там про синюю бороду, там вот у тебя есть дом, там дворец какой-то, вот ты эти комнаты заходи, а вот эти ни в коем случае, и знаете, проблема в том, что мне про них сказали, я хожу, я уже знаю, что они тут есть, и это же всегда будет, вот эти, отравлять мое сознание, что я всегда буду, а что там, а что там, оно как раз за счет того, что оно заперто, оно не освоено, оно все время и вызывает эту тревогу, какую-то вот, а вдруг что, ну потом заходишь, и все, действительно, там ужасно, там и страшно, но тут как раз таки, все-таки, как я вижу, если мы делаем это там с, аккуратненько, с вниманием, если мы не, не туда вваливаемся, в эти комнаты, а вот именно доходим с исследовательским любопытством, с какой-то поддержкой вот этого, там того, что мы знаем, с поддержкой других людей, даже вот, вот в нашем там сообществе, с нашими всеми этим разговорами, прочее, с теми инструментами, которые у нас есть, мы же уже все взрослые люди, уже, ну как, давно занимаемся всякими самоисследованиями, и можем вспоминать про эти инструменты, уже освоены, и вот мы потихонечку-потихонечку эти области осваиваем, и тогда мы расширяем свою свободу, и в том числе распознавая, что если это действительно все мое сознание, никуда это, ничего это не может быть чужое, чуждое какое-то, раз это во мне есть, оно где, то, как бы, там мы тоже можем находить, ну какое-то вот, свое успокоение, просто обнаруживая, высвечивая это, окей, это я теперь тоже вижу, и это я, как бы, теперь знаю, ну это, еще, опять же, если говорить о мифологии, о сказках, вот эти вот, эти поцелуи чудовищ красавицами, ну то есть, вот оно чудовище, вот оно такое, оуу, чудовище, и пока я бегаю от него, вот, это известно, это книжка-то, этого, не этого, а этой, Ушсула Легуин, вот это, как его называется, волшебник земноморья, да, вот он, как же там, там полкнижки, он бегает от этого, значит, демона от своего, от своей теневой части, а потом он разворачивается, и, значит, демон начинает от него убегать, он за ним гонится, а потом в итоге-то они, как бы, объединяются, как раз, интегрируются, вот, как раз, такой ингианским, там, всем этим языком, объединяясь со своей теней, ну, вот, собственно, этот процесс, он описан, как бы, что, если это часть меня, то, единственный, получается, путь мне успокоиться, унять тревогу, вот эту глубинную, это, объединиться с этим, поцеловать, вот, ну, вот тогда этот поцелуй преображается, тогда это перестает быть, вот, тем монстром, который, вызывает ужас, так что, мне-то кажется, вот, как раз, самоисследование, почему и буддизм об этом говорит, и любая такая, вот, духовная практика, она про распознавание, про узнавание, про, вот, вот это видео, то есть, когда о виде заканчивается, начинается видение, когда темная материя превращается в светлую, то есть, я становлю, она становится мне знакомой, через опыт переживания этого, так что здесь, мне кажется, другого у нас пути в любом случае нет, кроме как самоисследовать, да, Инна. Продолжу, сейчас вот слушала вас и подумала, что, получается, когда я заходила сначала, темнота, я вот подумала, что это вот оно, другое что-то, да, я отдельное, это, если это мое сознание, это значит, вот, как бы я вместе, вот вы рассказываете, я вспомнила вот эту же метафору, да, я вода, я в воде, и я вот это все вода, и тогда я поняла, что вот этот еще ужас внушал, вот эта отделенность, то, что я отдельная, да, а то, что если вот так вот, как объединение, что это тоже я, да, и там еще больше, ну, оно тоже убирает вот эту тревогу, да, ну, да, да, то есть проблема как раз в этой отдельности, вот, собственно, на что и буддизм постоянно указывает, что вот эта отчужденность, она может быть у нас на уровне вот отчужденности от мира, да, когда вот, ну, такой гистенциальный, действительно, вот этот уровень, что я понятия не имею, что это за мир, мир чужд мне, я вот отделен, отдельно это существо, я чувствую здесь постоянно опасность этого мира, мир постоянно хочет меня съесть как-то, а мне надо его как-то тогда использовать, вот я как бы отчужденно от него буду его использовать, точно так же это все как будто продолжается уже в нашем внутреннем мире, да, вот действительно вот это вот сознание, где есть какие-то области, от которых я отчужден, от которых я, я как бы, они кажутся мне, переживают с мной чуждыми, опасными, страшными. Уж здесь-то, если действительно мы хотя бы на этом уровне, если мы на какое-то время согласимся, окей, вот есть я с моим внутренним миром и есть не я с внешним миром. Пусть так, но я-то с внутренним миром. Почему я там нахожу эту вот эту отчужденность от самого себя или от каких-то частей? Это там-то ведь только я. Кто там еще может быть? Но все равно переживается как опасность, все равно переживается как чужесть. Но тогда получается, что единственный путь это как будто исследование и осваивание. Это вот как вот опять же еще одна, это моя метафора, которую я сейчас вспоминаю. Кошка вот приходит и нюхает и осваивает, в смысле вот метит, метит, метит территорию. Сделала ее своей, все, она там легла, расслабилась, живот подставила, все у нее хорошо. Но ей нужно проделать этот путь. Это все мое. И вот здесь мы то же самое делаем. Мы как бы в своем сознании осваиваем его же. Говорят, и это мое, и это я, и это я, и это я. И вот то, что страшно, это я. И это мысль страшная. И вот эта темнота неизвестная, это как бы тоже я. Что там, как бы, я, вот все, это все я. Это вот один поток сознания. И сегодня тогда, ну а следующий этап, вот собственно, которым мы там движемся и в практике, вот это обнаружение, что сама граница между мной и миром, она тоже условно, как бы, здесь тоже может быть очень, вот эта потеря, как же так, вот я же вот, вот где мои границы. И вот, ну, я постоянно об этом там говорю, но мы еще больше будем в этом как-то заходить. Вот эти две истины, да, очень важны здесь, что на каком-то уровне восприятия нам важно определять границы, там и психологические, и физические, и какие угодно. А на другом уровне можем чувствовать, что это вот, ну, как вот, как дыхание. Вот нет тут воздуха, он там и здесь, нет тут границы, нельзя ее нигде прочертить четко. Все это условность, все это какая-то взаимозависимое, вот это возникновение, о котором буддизм говорит. И распознавание обоих этих пластов для нас, вот, ну, в этой практике конкретно важно, потому что, опять же, зачем? Потому что это дает свободу. Вот, ну, как буддизм – это путь освобождения. Свободу от себя, вот от этого себя замкнутого, отчужденного. Иначе я переживаю себя в этой тюрьме, в замкнутости, в личности, там, в теле, в своей жизни, которое вот закончится непременно. Вот, смерть-то ждет, вот, сеть на нас всех. Что же, вот, вот она, тюрьма, получается, тюрьма жизни, да. А если я буду исследовать границы, что если нет этого, этих границ, тут, как бы, уже все может меняться. Тогда мы можем освобождаться от этого, в том числе от этого страха, собственно, пример смерти. Я говорю, что при всей, там, простоте практики нашей, такой вот, ее какой-то, вот, что мы делаем, сидим. Я считаю, что она очень, может быть, глубока, в том числе для самых, как бы, освобождения от самых глубинных, там, каких-то тревог и страхов, в том числе, например. Ну, это и гистенциальных, как раз, в том числе, связанных со смертью. То есть, для меня, например, это просто так. Окей, спасибо, Инна. Еще кто-то хочет откликнуться? Наталья, скажите. Да, добрый день, скажу. Хотя у меня мой отклик, ну, из фрагментов состоит, потому что, не знаю, наверное, цельную картину, я просто, она есть, ну, это странно звучит, цельная картина у меня есть, но описать ее сейчас вам в рамках, ну, в рамках ограниченного времени я не способна. Вот, поэтому я, ну, то, что могу сказать, скажу по поводу, ну, именно практической части. У меня осознание, ну, вот, моей связи с вещами, предметами, ну, и вообще со всем окружающим миром. У меня с этим такие отношения сложились, значит, ну, когда я природой, то есть, ощущение, ну, что вот, ну, допустим, я сижу вокруг парка, куча деревьев, много деревьев, травинок, там, тут птицы, животные пробегают. И я, ну, там, беру любое дерево или все деревья сразу, чувствую пространство между нами, чувствую, что, ну, между нами есть отношения. Когда я смотрю на дерево, оно смотрит на меня, и все это вместе, и отдаляю взгляд, ну, расширяю его, да, и смотрю на все это пространство. У меня не возникает почему-то, ну, никаких проблем с тем, чтобы понять, что, ну, какое-то внутреннее есть. Ну, с одной стороны, я чувствую, продолжаю чувствовать себя в теле, но в то же время, ну, какое-то чувство возникает, цельности с этим, да, соединенности. И это вызывает, ну, как, положительные, это, ну, слово положительное и отрицательное я не люблю, потому что это слишком условно, ну, неважно, скажем, ну, в общем, позитивные для меня, да, переживания. То есть, хорошо, правильные для меня, такой, какая я сейчас есть, в данный момент эти переживания, ну, гармоничные и правильные, цельности. Вот, когда я попыталась тот же самый опыт сделать, ну, вот, с вещами в своей квартире, ну, я, ну, как, я давно знаю, что у меня, ну, так сложилось в силу, там, в силу каких-то черт моего характера, неправильных, наверное. Ну, в общем, я не привязана к вещам, но каким-то образом у меня каплевает, так, куча всяких, ну, как, предметов, да, которые я не выбрасываю. Мне не жалко их, они мне не нужны, но выбросить я их не могу. Ну, неважно, это тема совершенно другого разгура. Я имею в виду, что когда я, ну, ощутила вот, вот я и у меня есть связь с каждым из этих предметов, ну, мне, если честно, стало, ну, не просто тревожно, а как-то даже немножко, ну, тошно. Ну, потому что вот все это я, ну, я увидела, что то, ну, вот она я, собственно. Ну, это не вся я, конечно, но это тоже я, вот эти, ну, вот там, тут, там, штопка каких-то бумажек лежит здесь, там, кучка каких-то, там, старых визиток или, там, ну, карт на скидку, которые давно. Но, и я при этом знаю, что я не накопитель, но почему-то они лежат, лежат, припадают пылью, и это тоже я. Ну, как-то вот мне было неприятно с этим. Ну, с этим можно разобраться, ну, я веду не к тому. Дальше мне там по делам надо было оказаться в центре города. Вот. И я ехала в транспорте, вот, куча людей, ну, в общем, и смотрела на эту кучу людей, машин, и тоже попыталась осознать связь, что вот, ну, у меня есть связь с каждым из этих. И мне стало страшно. Мне стало страшно, даже какая-то паника начала накрывать. Вот, я вспомнила свои детские ощущения, когда я первый раз попала в большой город, в котором есть метрополитен, и попала туда внутрь, может быть, даже это, ну, там, был очень большой город, потому что, ну, я помню, что это неимоверное, эти эскалаторы, движущиеся вверх-вниз, неимоверное количество людей, входов, переходов, которые, ну, вот, и вокзал, то же самое. Я вот помню это впечатление, но тогда я шла с мамой за ручку, как-то меня это, ну, я просто смотрела на это с любопытством, но все равно какая-то, ну, вот, возникло такое, ого, что это? А вот сейчас в городе я была, и мне стало страшно. И вот сейчас, когда вы с сыном говорили, я поняла, что если, ну, с предметами, да, у себя в доме, мне пришло осознание, да, что это я, ну, да, немножко, почему-то неприятно, но, ну, вот, ну, вот так есть, да. То вот, когда я в городе была и с другими людьми, ну, мне просто стало страшно, и даже, ну, вот, я как-то подумала, господи, ну, нет, нет. Вот, ну, в общем, отторжение у меня появилось, и не было у меня даже мысли подумать, что на самом деле я не отдельная, а это все тоже, ну, я не знаю, мне пока почему-то именно вот что касается, хотя те люди, которые, ну, с которыми я чувствую общность, ну, находиться с ними в отношениях, для меня не страшно, ну, и правильно, а вот со всеми людьми сразу, и к этому я точно пока не готова, вот, ну, а вообще и опыт трех пространств, вот опыт трех пространств и опыт трех дыханий, ну, у меня почему-то вместе он соединился, то есть в трех дыханиях это пространство моего внутреннего внимания, да, а тут пространство как бы внешнее, внутреннее, но опять же, это то же самое, ну, просто соединение, как бы постепенное растягивание внимания, ну, то есть сразу, может быть, там, с тренировкой, да, я смогу, там, раз, и я не ширилась сразу на всю Вселенную, но пока мне нужна тренировка, мне нужна вот эта техника, когда я постепенно, сначала я осознаю что-то совсем недалекое, потом связь между нами, и потом я, ну, постепенно я расширяю это, так, это как, ну, так, чтобы она потом смогла четко, ну, настраиваться на нужное восприятие, вот, а что касается, ну, вот, разговоров, да, другого метода нам для себя объяснить, что мы делаем и зачем, то, ну, я считаю, что это важно, это нужно, и у меня все разговоры, Валерий, очень откликаются, вот, я не... Ну, как бы, считаю, что у каждого свой, свой путь, да, сколько нас, сколько и путей, ну, то есть считаю, не знаю, что я считаю, я так думаю, я так, или я так просто ощущаю, наверное, все вместе, вот, но в то же время, ну, вот, мы идем по своему пути, и когда мы что-то находим, то, что нам интересно попробовать, мы пробуем, и можем взять с собой, можем взять с собой, можем разделить это. Для меня когда-то просто, ну, это я начинаю уплывать, для меня когда-то было большим облегчением вообще понять, что мне не нужно заставлять себя верить каким-то авторитетом или выбирать вот конкретный путь там, ну, вот есть христианство там, допустим, и у него есть, ну, там, определенные посулаты, догмы, и я должна их все изучить, я должна поверить, ну, я не могла это сделать, и когда я поняла, что мне этого делать не нужно, ну, то есть, это не заставляет меня, ну, вот, что я, типа, или верю в какую-то религию, или я атеист, что, ну, вот, у меня только такой выбор. На самом деле, когда я поняла, что, ну, выборов у меня миллион, и я просто иду, и, ну, интуитивно, ну, где-то с помощью познания интеллектуального сначала, потом примеряя это на собственный опыт, где-то просто интуитивно чувствуя, ну, я не сложу свою тропинку эту, где-то она пересекается с большими путями или, там, с тропинками других людей. У меня такой образ родился, что, ну, вот, есть, там, громная гора, да, и все хотят, ну, там, ее вершине. На вершине, ну, это, опять же, все очень образно-условно, там, на вершине какая-то сияющая тайна, ну, или темная тайна, неважно. Ну, если на вершине горы, значит, она должна быть сияющая. Ну, это по классике жанра. Я там где-то, ну, может быть, ближе к подножию нахожусь, но когда я подходила к ней, там вокруг есть куча всяких потров, да, тут раскинули шатры, говорят, иди к нам, мы знаем правильную тропинку, самую короткую, да, наверх. А здесь, говорят, ну, тут такие предлагают, ну, красивые игрушки там, и тут другие, вот, и я там походила-походила вокруг, но что-то где-то, что-то где-то я взяла, но идти дальше мне одной. Ну, как одной, нет. Короче, я что-то какое-то чувство уже начинаю нести. Ладно, неважно, я знаю, что, короче говоря, все, что мы тут говорим, ну, для меня это важно, это звучит у меня внутри. А, еще, кстати, внутри хотела сказать, что я, ну, вот, когда вы спрашивали, где ты на одном из наших занятий, и да, я тоже там поняла, что я в основном, ну, не поняла, я это давно знаю, что в основном я нахожусь, когда я пыталась почувствовать раньше там, и тогда где я, или в голове, или вот здесь вот в области сердца. То за время вот именно последних недель практики, когда мы начали живот отпускать и дышать им, у меня не ширилось тоже. Вот интересно, 3, 3 и 3 тоже. Третья зона в мое внутреннее ощущение встроилась. То есть я на нее раньше обращала внимание, ну, только если там крутит в животе что-то там, или болит, бурлит, там, булькает, что-то не так, куда на нее обращалась, или там, ну, когда страшно, да, или когда там сексуальное возбуждение, ну, то есть эта зона как-то не была. Если я вот сейчас разговариваю, ну, я, допустим, ощущала это, это, то сейчас я четко чувствую, еще не все время, но часто, ну, вот, что и живот тоже, то живот это тоже место моей жизни внутренней, ну, не только тело, но и освещение меня. Хотя, конечно, смотрю я в основном с уровня глаз, но иногда и смотрю животом. Это какой-то взгляд, наверное, похоже на интуитивную догадку, но только догадка – это, опять же, слово из области мыслей. Ну, какое ощущение, короче говоря, которое возникает где-то в области пупка, которое говорит мне сюда, ну, вот, я, допустим, стою на раздорожье, да, и думаю, ну, мне все равно пойти сюда, сюда или сюда, или вернуться назад. Ну, вроде бы все равно, и когда я прислушаюсь, живот мне, ну, может сказать, туда не надо, сюда все равно, но пошли туда, и я иду, вот, как-то так. Ну, может, это непонятно, ну, в общем, ладно, я, короче говоря, ну, и хочу сказать, конечно, в очередной раз спасибо. Наверное, буду завершать, потому что я чувствую, что я, ну, ничего путного не говорю, уже, а что-то болтаю, болтаю, не знаю, извините меня, я как-то растерялась вдруг. У меня, я готовила отклик, вообще-то, еще там со вчерашнего дня, но начала говорить и растерялась, и растерялась и мысли, вот. Про три тревоги еще хотела сказать, да, что я, ну, наверное, тревогу, ну, биологическое с ней все понятно, а две других тревоги, ну, я чуть ли не с детства помню, что я периодически ощущала их, ну, с юности так стабильно. И именно, ну, с выходом на тот путь, на котором я, ну, опять же, условный путь, потому что на самом деле это, даже не знаю, ну, называем, мы называем это путь. С выходом на тот путь, который привел меня сюда, к вам, ну, у меня эти тревоги стали постепенно, ну, я поняла, что я могу с ними быть, да, они резко не пропадут никуда. Ну, точно так же, как и страх смерти. Нам настолько, ну, нас этой темой настолько запугали, это вот та самая темная комната, в которую страшно заглядывать. Но постепенно, ну, можно прийти сначала к пониманию, что ты можешь хотя бы с этой мыслью быть, о том, что, ну, о том, что физическое твое тело смертно, про остальное я не знаю, ничего не могу сказать, вот. С этим быть и потом дальше уже исследовать постепенно эту тему. Ну, может, сначала там замочную склажину подглядывать иногда, или приоткрывать эту дверку и в селость посмотреть, но потом зайти и так же со всеми темами, да, которые вызывают у нас тревогу. Я уже сейчас чувствую, что я могу с этим быть, могу быть с мыслью о том, что есть неизвестность, и что я с этой неизвестностью в любой момент могу встретиться. И я, ну, я не могу сказать, что я совершенно не боюсь. Да, страх есть, но это страх такой, ну, это одновременно и страх, и понимание того, что это не избежать, и любопытство. А что же будет дальше? Вот, наверное, на этой ноте. Ну, и хочу, чтобы все знали, что я вам чувствую очень-очень благодарна. Даже когда я молчу, все равно я благодарна. Спасибо вам. Спасибо, Наталья, спасибо. Ну, мне кажется, вы сказали, ну, все хорошо, в смысле, что много мыслей таких важных. Так, я вот, ну, откликнулся на несколько, что и для меня было важно. Ну, вот, во-первых, последнее, вот это, когда у меня появилась сейчас такая формулировка, вот, как бы, в ответ на ваши слова, что на нашем пути мы вот эти тревоги или страхи как бы вот превращаем в зов. Ну, то есть это не уходит, да, на смысле, что то, что нас тревожит, вот эти вот антологические, да, вот это, то, что он называл Павел Телих, антологической тревогой, да, вот про это самое высшее, про самое там трансцендентное, про Бога, да, там какое-то вот самое какие-то высшее истинное и высшее переживание именно какой-то связанности, цельности мира. Оно, может быть, не всегда с нами, как минимум, да, ну, то есть как бы уходит, там приходит, какие-то мы можем улавливать, вот какие-то его отблески, что ли, только. Так, но, собственно, вот тревога – это просто когда я начинаю метаться, так сказать, внутренне, а когда это становится зовом для меня просто, оно зовет, тогда это может начать меня вести по пути, я просто откликаюсь на зов, да, я не знаю, но я хочу узнать, я движусь в этом узнавании. То есть даже там гистенциальная вот эта тревога, либо я, значит, просто мечусь сюда-сюда, бестолку, либо я иду путем, следуя за зовом этих там ценностей или в поиске ценностей, даже если я не знаю еще аж как мне как бы эти ценности внутри себя даже как-то структурируют, но я иду в этом движении, потому что я слышу этот зов. Это, мне кажется, это может быть важная такая внутренняя трансформация, именно изменение отношения, да, то есть когда мы вот это испуг от незнания превращаем в любопытство и интерес к этому, к этой области, в которой мы движемся просто. Вот, а еще, ну вот откликнусь на первое, о чем вы говорили, вот про тоже вот эти отношения между вот-вот есть я и есть не я, и где этот я, ну тут, во-первых, Аня написал, я сейчас ее зачитаю, Наталья, спасибо, я тоже в эти дни сильно чувствую разницу между практикой на природе и в доме, где много моих вещей. В доме в какие-то моменты мне помогало представлять, что почти каждая вещь, даже сделанная человеком, возникла из природы. Ну вот я так понимаю, что все-таки с вещами практика оказывается актуальной, так что может быть, действительно, следующий ретрит после завершения этого сделаем именно по взаимодействию с вещами, с домом, где бы мы ни жили, в своих домах сейчас или переехав куда-то, это будет актуально в любом случае для любого человека. Ну вот о чем я хочу сказать еще раз об этой вот практике, ну как бы, да, практике можно назвать, можно сказать, об этом, об этой двоякости нашего переживания себя. Я как отдельность, и нам очень важно это, отдельность, переживание отдельного, вот границы, личность, я делающий выбор как личность. И в то же время, именно в то же время, я как в той или иной степени расширенное нечто, да, то есть опять же это может быть самое какое-то глобальное я, все, что существует, это мистическое переживание, и вот в контакте с чем-то, как вот буквально я, ну как вот вы говорите там с другими людьми, и там вот эта связанность, где нет четких жестких границ. Я считаю, что оба модуса нам просто важны. То есть получается, что, ну вот у нас есть какие-то известные нам психические заболевания, я имею в виду человечества, там психозы, там всякие шизофренические расстройства, когда человек теряет границы себя, он перестает отделять себя от окружающего пространства, в той или иной степени, да, там голоса он слышит, которые как бы вроде бы здесь нет. То есть там еще вот эти вот множественные личности появляются, или вот эта потеря буквально действительно границ, дезориентация какая-то. И понятно, что таким людям жить очень сложно, и потому что это, во-первых, происходит с ними спонтанно само, они этого не заказывали, у них нет инструментов, как с этим обходиться, ориентироваться, поэтому это переживается как такая вот, ну, большая беда, в общем-то. И эти люди сильно перестают, ну, или как бы им очень сложно действовать вот в том мире, где существуют как бы отдельности, да, и где отдельные личности, отдельные вещи, которым мы, в общем-то, запрограммированы на уровне вот выживания, жить. Но получается, что, окей, вот это один полюс, да, если туда вот вбрасывает человека, так сказать, жизнью, там вот, и мы считаем это патологией, болезнью, там, просто потому, что это, в первую очередь, очень неудобно самому человеку. Он не может соотнестись с реальностью вот этих отдельных вещей, отдельных объектов. Когда я субъект, я личность, и все отдельно здесь. Он не может как бы вписаться в эту реальность. А с другой стороны, я думаю, что вот особенно те, кто мы, и вот кто вступаем на путь какого-то вот духовного поиска, рано или поздно там у всех, это в разном возрасте происходит. Но, мне кажется, во многом как раз это происходит из-за этого переживания, вот этой отчужденности, отдельности и какой-то вот этой тюрьмы себя, да, когда я вот закован в это, в то, что я называю собой как отдельного, да, вот эта личность, этот отдельный организм, который вот действительно родился и умрет, вот все эти экзистенциальные страйки здесь тоже сразу же присутствуют, если я только переживаю себя отдельным. Это вот то, что буддизм и в других индийских традициях называют сансара, мир сансара, это мир выживания. И только этого, и только, где вот я это и все. И мы чувствуем себя в этой тюрьме, и нам хочется из нее выйти. Получается тогда, что мы делаем? То есть очень, нам важна какая-то от серединности как раз этого пути, потому что если мы будем вбрасывать себя вот в эти вот состояния очень странные, где вот как мы сейчас с сыном говорили, там, где переживаются как очень опасные, потому что как бы начинают буквально ломаться, разрушаться привычные вот это вот. Я в теле, я в личности, я отдельный. Она подвергается какой-то вот такой вот, ну, размыванию, так сказать. И, но в то же время вот мы заходим в те области, и здесь вот важна эта аккуратность, так сказать. Мне кажется, важна как раз практика, как такая последовательная вот это вот движение туда, в общем-то, в каком-то смысле даже некоторая рутинизация этой практики, она всегда бывает полезна именно в то, что я. И сегодня, и завтра, и послезавтра, и все меняется. Я нахожу себя и в таком состоянии сознания, и в таком, и в таком. Я потихонечку привыкаю к тому, что состояние сознания разное, что я это, я это, я это. Получается, что мы действительно можем тогда потихонечку как-то осваивать оба этих модуса. С одной стороны, я личность, я отдельность, я выбирающее что-то, действующее существо, отдельное. У меня есть вот это свое переживание, свобода воли там, agency. И одновременно с этим, вот именно что одновременно, вот я эта сеть отношений всего совсем там в разных перспективах я это могу обнаружить, что дает мне как раз чувство свободы, что дает мне чувство связанности всей жизни и неизолированности своей неотчужденности. И это большое искусство, значит, что это такой огромный путь на всю жизнь, в общем-то, как мне кажется. Это то исследование себя. Но получается, что нам нужно оба. И вот послание этого Нагарджуна, опять же, об этом относительное и абсолютное. Они вместе. То, о чем говорит там вообще махаянский буддизм, о том, что сансара, мир сансары, вот этих мир отдельностей, выживающих, борющихся друг с другом, там, и нирвана как мир цельности, вот этот нирванный мир, это вместе. Нам нужно наш путь, наша практика стоит именно в этом, в объединении этих двух модусов. Что и то, и другое важно. И то, и другое. Потому что если я качаюсь в один, я чувствую себя в тюрьме этого. Если я качаюсь в другой, я чувствую себя вот в этой опасности, какого-то разрушения меня как личности, как отдельности. Вот. И поэтому здесь важна эта такая аккуратность в этом. И не спешить. Мы никуда не спешим. Вот. И еще... А, и последнее я хотел вот тоже... Как продолжая эту тему, вот как мы можем относиться... Вот мы сейчас говорили, во многом часто используя такую метафору вместимости. То есть я как вместимость. Я нечто вмещающее в себя. Я могу быть вместимостью маленькой, вот я только вот что-то, да, там какая-то вот личность, вот эта отдельность, то, что как раз знакомо, вот как мы с Иной говорили, знакомо. Я то, что знакомо во мне в себе. Это как вместимость. А могу расширяться. И вот, значит, и это тоже я, и это, и это, и это я. Но это какая-то статичная метафора, да. Вот она... Я как там ведро какое-то. Большое ведро, маленькое ведерко. Или как там я пруд. Пруд, вот он, значит, замкнутый пруд. Но на самом деле ведь мы обнаруживаем же, что мы не пруд, а мы река. И что мы и берега этой реки. Да, у нас есть структура определенная. Но мы и поток, мы течем, мы движемся. Поэтому вот это вот замечание, что я еще и изменчивый. И вот здесь, почему это может быть важно и таким, в общем-то, почему это может быть благой вестью для нас. Потому что вот вы говорите, например, Наталья говорит, что там я в транспорте там еду, и вот я начинаю испытывать какой-то этот ужас, ну или какую-то вот эту вот тревогу от того, что я вот эти все люди. Это как бы, я переживаю себя ими. Да, вот ну какое-то вот такое странное чувство изникает. Вот, ну, во-первых, здесь что может помогать? Во-первых, все-таки вернуться к другому модусу. Сказать, окей, но я еще и вот, вот тело прям пощупать себя, почувствовать перед собой. Ноги там вот как-то. Вот я здесь, я Наталья. У меня есть имя. Я человек такой. То есть, да, это тоже, но я еще и это. А второе, как бы благая весть, как я говорю, это, собственно, что меняется. Все меняется. И вот сейчас это изменится. И это само переживание изменится. И будет другое, еще что-то, еще что-то. И я выйду из автобуса, и будет что-то еще. И вот само распознавание изменчивости, оно может быть таким, в общем-то, хорошим навыком. Потому что, с одной стороны, нас тоже это как-то и расстраивает, и пугает, потому что вот хочется же вот схватиться за понятное. И то, что уже есть, а оно все уходит, и вот, соответственно, можем расстраиваться. Но, с другой стороны, это и хорошая весть в этом, что все, ну, какое-то опасное, неприятное и тревожащее. И вот то, что мы относим в негативную область, оно тоже уходит. И об этом напоминать себе, может быть, полезно. Окей, спасибо. Ань, скажи. Вот, я не знаю, получилось ли, я послала фотографию сейчас, как пример. Да, я вижу там, какой-то календарик. Да, такая странная, да. Ну вот, это история, которая года два назад произошла, вот когда был ковидный год, и мы с детьми, это история про тюрьму. Спойлер. Вот, мы с детьми жили на даче, в смысле, я со своим сыном и с племянником, который сын сестры. Вот, и вот как раз я решила, что пора освоить календарь, и мы каждый день зачеркивали дни. Ну, и я предлагала такой традиционный способ, когда день прошел, зачеркивать его крест-накрест по диагонали, а мой сын сказал, что он будет так зачеркивать, значит, ну вот, как плюсик каждый день. И потом однажды мы там должны были уехать на несколько дней, и он так сказал племяннику, Гриша, мы уезжаем, теперь ты один будешь строить тюрьму проходящих дней. И вот, я подумала, что вот это такая иллюстрация, действительно, ну, по сути, вся наша жизнь – это тюрьма проходящих дней, потому что, когда день прошел, уже все в нем, ничего нельзя изменить. И, ну, и в то же время это некоторое, ну, действительно такой сильный образ, что, ну, вот, и то, что мы сейчас обсуждаем про тюрьму, что вот есть тюрьма я и такого у меня одинокого существа, которое куда-то карабкается по этой жизни, да, и там, вот, и вот я уже прошел какой-то путь, и я на него оглядываюсь, он все равно, вот, что-то в нем заключено, что уже невозможно, ну, как-то изменить, что ли. Вот, и это какая-то грустная реакция, ну, для меня так, вот. А с другой стороны, есть еще какая-то бездна, безграничная, да, и без всяких решеток того, что где-то впереди, или что еще сейчас происходит, но не со мной, да, вот, где нет этого я, вот. И, ну, и вот что, да, действительно сложно вместить, потому что вместилище некрупное у меня, по крайней мере. Вот, и, ну, как-то я вот с этим сижу в эти дни. Ну, сегодня как-то особенно просто это как-то в разговоре еще всплыло, поэтому я, ну, вот, решил про это сказать, ну, вот, про такую тюрьму и проходящих дней, и, наоборот, какую-то бездну бесконечность того, что впереди. И вот про бездну я еще вспомнила, что я один раз была на мысе Рока, это вот самая западная точка Европы. И, ну, какое-то такое было время, как раз, ну, вот, уже солнце закатилось, но еще не темно. И вот это вот такой огромный океан Атлантический, ну, у которого прям вообще нет ни границ, ну, там ни одного никакого, ни кораблика, в общем, не к чему привязаться. И такое же там безоблачное небо, и вот это вот такое ощущение какого-то чего-то огромного, при этом, ну, вот, ну, такого сплошного, да, где не за что зацепиться, вот, почти все один, ну, вот, такое одинаковое, такое серо-голубое огромное пространство. И, ну, вот, это просто было такое сильное впечатление, я вот сейчас вдруг вспомнила к вопросу о безднах. Ну, и оно прекрасное, и в то же время, ну, такое ужасно огромное, потому что я и не могу это вместить. Ну, но я могу ощутить себя там в другой точке восприятия, могу ощутить себя частью этого. Ну, вот, и мне нравится, ну, в смысле не так, я рада, что в этот раз, ну, в этом ретрите, да, вот я как-то в какие-то первые дни, когда сидела, я думала, ну, вот, в прошлом году, когда мы сидели, там, и я даже сидела тоже в саду, у меня бывало такое ощущение, что я вот, ну, как-то слилась с пространством, и что я, ну, не то, что его там какая-то отдельная часть, ну, прямо я полностью растворяюсь, да, в том, что вокруг. И мне тогда очень спокойно думать про какую-нибудь смерть, и что, ну, вот, меня нет, потому что я есть во всем этом, что вокруг, вот, и особенно на природе, это очень приятно чувствовать. А когда я сижу в доме, заваленном же хламом, что вот я умру, еще стану частью этого хлам. Да, это я к тому, что, да, очень приветствую. Если будет репетра вещей, я тоже очень присоединяюсь, как благодарный, ну, жаждущий, чего-то разобрать и отпустить в плане вещей. Ну, мне кажется так, ну, и действительно, ну, ну, под конец вот все-таки это ощущение, ну, какой-то слитости, ну, даже вот я не знаю, какое правильное слово. Ну, вот, я это поймала однажды, когда я смотрела на дерево, и там какие-то листики, они вдруг, вот, ну, как бы вроде та же картинка, но она как-то так, как будто бы, ну, на нее, вот там, не знаю, вода налилась, она немножко, ну, слилась, вот, стало действительно как отражение в луже, что ли. Ну, вот я смотрю на реальное там дерево, на увижу, как будто бы оно в чем-то отражается, и я в этом же отражении. И вот тогда, ну, вот это какое-то было такое очень, ну, какое-то интересное ощущение. Ну, что ли, вот что вот я для этого медитирую, в том числе, ну, не только, но и что это такой спецэффект, который, ну, вот, мне очень важно иногда его ловить, чтобы понимать, что есть не только тюрьма, проходящая к ней, настоящих дней, там, моего тела. Вот, это одна сторона. Но с другой стороны, тоже в эти дни, в какой-то день я прям был как-то совсем, ну, есть, ну, плохо эмоционально, но тоже благодаря медитации я вдруг поняла, что часть этого плохо эмоционально, да, или там, скажем, в этой экзистенциальной тревоге большую часть занимает физическая, физиологическая тревога, потому что там я просто сильно не доспала, и там, и плохо питалась несколько дней. И что вот это все слилось в то, как я себя чувствую очень экзистенциально тоскливо. И следующую неделю я стала больше следить за, ну, вот, этими физическими вещами, и прям жизнь наладилась. И, ну, я тоже за это благодарна, потому что, ну, вот, мне кажется, что часто, ну, я, мне есть свойство приписывать, ну, вот, изгнорировать, скажем, конкретные реальные вещи материальные, и думать, что вот все экзистенциально, там, то экзистенциальное добро, то экзистенциальное зло, а иногда оно очень даже материальное. И, ну, вполне в моих силах что-то поменять. Вот, спасибо большое. Спасибо. Кажется, здесь важный такой момент, на что я обращаю внимание. Ну, вот, какие метафоры мы создаем и почему, да? То, что, ну, вот, как вот этот пресловутый полстакана, они пустые или полные, значит, вот. То есть это же, как бы, взгляд на один и тот же объект, но вот он погружает, мы его, ну, как-то, у нас отношения, может быть, разные, да, к одному и тому же объекту, и вот это вот вопрос, от чего это зависит. Вот один из аспектов важных, мне кажется, в нашей практике, он как раз, он, собственно, в этом и состоит, чтобы обратить внимание на происходящее, в том числе на свою реакцию на что-либо. Вот, например, ну, предположим, я замечаю какое-то переживание, которое меня не устраивает. Ну, вот, мы сейчас, ты сейчас, говорю, вот, как-то твой сын сказал, это тюрьма прошедших дней, да? Звучная метафора, да, но такая вот действительно как-то неприятная, да, вот тюрьма в том, что что может быть хуже тюрьмы. И, соответственно, я сразу же как бы становлюсь в каком-то смысле заложником этой метафоры. Но вопрос, почему она у меня возникает? Вот я просто могу в то, что мы делаем в практике медитативной, могу обратить внимание на само состояние, свое переживание, встреча с чем-то, да, я встречаюсь с кем-то опытом, так или иначе, там, через свое восприятие. То есть у меня возникает какой-то отклик, ну, например, ты смотришь на вещи, вот эти вот, хлам в доме, как ты называешь это, говоришь, там, захламленный дом, эти вещи, у тебя внимание контактирует с этим, у тебя возникает то, что мы называем веданое, да, в буддизме, тональность ощущения неприятная, да, неприятная. Сразу же этот тональность ощущения неприятная создает общее переживание и такое вот отношение к этому. Неприятное, плохо, я не хочу с этим быть, это моя тюрьма, как бы тут сразу же такой мир может нарисоваться, да, какой-то вот, какой-то, в том числе то, как я это сама себе, сам себе объясняю, то, куда я это заключаю, в какое вот отношение. И вот если мы обращаем внимание на сам этот свой процесс, как это создается, как фактически я создаю этот мир отношения своего к чему-либо, то дальше мы можем спросить себя, там, как просто дальнейший шаг, а мне вообще с этим как? Могу ли я саму метафору изменить? Или, в смысле, самоотношение? А могу ли я, ну, что я могу тут сделать? Вот я, например, сегодня как раз, вот когда мы говорили о прошлом, да, вот ты сказал о прошлом, мы в этом тюрьме прошлого, который уже не измените, который вот все, это вот такая, действительно, я так, раз это определенное отношение, это вот полстакана, которые, значит, пустые, пустые и вот как бы определенные. И если я, например, сам в себе такое вот встречаю, там, предположим, да, вот моя жизнь, вот мне там 55 лет прошли, ах, вот все это было, все полстакана пустые, значит, и все это ничего не изменишь. И я, а переживания-то у меня сейчас связаны с этим. И я могу себя спросить, а меня устраивает это переживать? В смысле, мне хочется вот в этом именно так вот относиться к этому? И говорят, что нет, не хочется. Тогда что я могу сделать? И вот я сегодня написал этот стишок свой, он как бы об этом. Я написал спасибо всем присутствующим, вещам, существам, всем вам. За все эти годы, за все мгновения. Спасибо вам. То есть вот благодарность, например, в моем случае, благодарность, она меняет мое отношение, например, к этому прошедшему опыту. Потому что я понимаю, что там, кроме того, что я там отношусь к плохому, и к тому, что к своим ошибкам, которые я не могу изменить, и вообще вот к этой вот, что это не изменишь, там есть много чего я, вот чему я благодарен просто. В том числе, там, каким-то своим ошибкам, даже может быть всем, если я их осознал уже, да, и говорю, что окей, я так больше не хочу делать. Или тому, что случилось хорошего, но вот само это переживание, ну, какое-то вот отношение, и такой акт этого прямо вот такой, я благодарю вас этой всей жизни. Оно же меняет сразу для меня лично. Вот я чувствую это прям мгновенное изменение отношения к тому, к этому прошедшему, уже как бы действительно случившемуся, закрытому в этом смысле. Какой-то признательности этому, да, вот, собственно. Но вот именно таков механизм самого пути, как мы можем проходить, заметить первичное приходящее переживание, заметить его комплексность, из чего оно состоит. То есть есть контакт с чем-то, внешним или внутренним, отклик мгновенный в виде какого-то вот этого ощущения первичного, приятно-неприятно, мгновенная же вместе с этим оценка этого, и мгновенная сразу картина мира, обрисовывающая это, то есть некая метафора, некое такое вот отношение. И вот это такое комплексное, прям цельное переживание. И мы его можем как бы расстелить вот так на эти части, а потом сказать, окей, а могу ли я что-то здесь изменить, если я хочу изменить это? Ну, как бы. Или, может быть, мне в принципе, ну, как бы и нормально с этим тоже. Само это переживание этого, как бы видение этого, оно может сказать, окей, часть жизни все, и это тоже, часть жизни я это тоже вмещаю. Но это тоже метод, тоже способ. Вот так что здесь, опять же, наше присутствие и осознанность, они такие ключевую роль играют, конечно же, в изменениях. Ну, что, давайте мы, наверное, сегодня завершим, и просто мы можем завтра, кто хотел еще сказать, не успел, вот с Ларисой вчера говорили, что у вас есть что сказать, и вы сегодня еще не сказали, но можем завтра продолжить сегодня это обсуждение. И давайте я сейчас прочитаю, что мы написали, и на этом закончим. Владимир написал. Пространство тишины приняло в себя и метущееся тело, и мир за окном. Разве он за окном? Откуда приходит? Куда уходит? Это необыкновенная, пронзительная тишина. Уходит печаль, нет тревоги. Будто ясным утром стою под бесконечным небом, без границ. Александр написал. Покачиваться на ветру, накатываться волной, уходить за горизонт, просто сидеть. Владимир продолжает. Кандид проснулся и сразу подумал, послезавтра я ухожу. Месяц назад я тоже думал, что послезавтра ухожу. Это из улитки на склоне. Я помню. Я прочитал свое. Илья. Сейчас летом, в прохладном ветре, я почувствовал касание осени. Аня. Нет слов. Есть я и дерево, яблоня. Я и волны травы. Я и верещащая кошка. Я тишина, мухи и птицы. Есть вдох, внутрь меня и выдох. Я маленькая, и я большая. Есть только я и звук, звук, запах из памяти звенегородского двора. Снова я и колосок. Меня нет, я все вокруг. И вот я, только я. Я Б Будда Д Дхарма С Сангхам. Владимир еще продолжает. Не сомневаюсь в существовании реальности, сказал синий призрак. Исследовать бездну страшновато. Испугалась бездна. Хорошо. Спасибо всем за разговоры, наше творчество, отклики. Завтра продолжим действительно еще это собирание этого материала всего. Но и в технической части пойдем дальше. Спасибо. До следующей встречи. Слева. Слева.